Прикрепим длинную нить к шарику или к какому-либо другому небольшому предмету и подвесим его к штативу. Получим маятник. На шарик действуют две силы. Сила тяжести и сила упругости. Эти силы равны по модулю и направлены в противоположные стороны. Их равнодействующая равна нулю. Говорят, что в этом случае маятник находится в положении равновесия. Выведем маятник из положения равновесия, отклонив его вправо. На шарик по-прежнему действуют две силы. Сила тяжести и сила упругости, но направлены они под углом друг к другу. Их равнодействующая теперь отлично от нуля. Она равна f и направлена к положению равновесия. Под действием силы f шарик будет возвращаться в это положение, благодаря инертности пройдет его не останавливаясь и отклониться в противоположную сторону. И опять равнодействующая f силы тяжести и упругости будет возвращать маятник в положение равновесия. Этот процесс будет повторяться через одинаковые промежутки времени. Таким образом, если маятник вывести из положения равновесия, а затем отпустить его, то он будет отклоняться от этого положения то в одну, то в другую сторону, то есть будет совершать колебания. Движение тела, точно или почти точно повторяющиеся через равные промежутки времени, называют механическими колебаниями.